здравствуйте здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале сниму очки чтобы с вами поздороваться и тут же надену потому что яркое солнце сегодня я решила записывать на улице и тема для этого видео возникла из комментариев потому что одна зрительница попросила меня яна пожалуйста так как вы снимаете стрит сталь слегка за 50 снимите пожалуйста стрит сталь слегка за 30 около 30 или что-то на на эту тему и я ответила в комментариях да хорошо классная идея спасибо за идею и кстати мне дали еще одну очень интересную идею в инстаграме скоро я запишу видео на тему того как найти себе итальянского мужа и стоит ли это делать потому что у меня совершенно четкие представления сформировались и те кто смотрит мой канал давно наверняка уже догадаются будут я буду ли я советовать либо наоборот отговаривать выходить за итальянского мужа а так вот тема 29 лет гардероб 29 лет 30 лет слегка за 30 решила я заснять такое видео вчера поехала в падаю и снимая когда я снимаю я уже знаю вот этот кусочек пойдет стрит стайл слегка за 50 вот этот кусочек пойдет для мужчин а вот этот кусочек стала думать я пойдет да скорее всего стрит стайл 30 30 слегка слегка плюс и вы знаете я поняла что в общем то видео вот такую компиляцию красивую я бы смогла рассказать о том как стоит одеваться на что можно обратить внимание для вот такой возрастной группы молодой действительно молодой я не смогу выпустить потому что по большому счету показать мне вам нечего все молодые итальянки одеты вроде бы неплохо в особенности если мы возьмем зрительскую мою аудиторию которая смотрит меня из городов где нет внимания так называемого быстрого фэшна магазинов fast fashion конечно же сетевые магазины которые мы все себе представляем и вот там возможно а добра таким образом и вот там возможно таким образом одеты итальянки действительно будут казаться хорошо одетыми итальянками но чем больше я снимала чем больше я размышляла на эту тему почему я не могу увидеть хорошо одетых молодых итальянок почему их так мало а тем больше я приходила к очень и очень простому выводу и это видео я думаю будет полезно посмотреть послушать не только молодым моим зрительницам которые моложе меня но и также тем кто имеет мой возраст и слегка старше потому что речь пойдет об очень важной особенности которую на мой взгляд я смогла на наблюдать это индивидуальность и если я сейчас упомянула магазины быстрого фэшн на то это тоже не случайно я часто снимаю напротив зары потому что там очень хорошее освещение потому что там очень хороший звук и вообще это историческое место по большому счету ты можешь там делать что хочешь никто на тебя внимание не обращает и вы видели дорогие зрительницы как много и зары выходят с покупками и старый млад выходит с покупками но я могу вам сказать что примерно такая же ситуация напротив манго единственно что там плохое освещение и холодно стоять и примерно такой же такая же ситуация напротив страдивариуса я думаю что многие зрительницы могли заметить и пакеты манго и пакеты страдивариуса когда мои мои героини стрит стайла идут и очень часто с этими пакетами даже заходят ту же самую зару и прихватывают что-то по всей видимости из зары я кстати зару зашла и я честно была удивлена я ничего там не нашла я ничего там не сняла многие зрители знают что я бывает засниму что-то там здесь потому что ну мне это нравится я бы сама себе приобрела если бы я не была минималисткой до кончиков до кончиков волос наверно так говорится на самом деле очень многие вещи мне нравятся но сейчас они мне за ненадобностью я их не покупаю но могу искренне порекомендовать потому что я бы себе купила так вот дорогие зрительницы я поняла что вся проблема на мой взгляд молодого поколения модниц по всему миру это как раз таки фаст фэшн быстрый фэшн почему потому что если мы зайдем в этот магазин я на заре своего канала говорила что я не очень люблю видео не понимаю почему их смотрят видео компиляции где блогер примеряет что-то где-то примерочные в каком-то магазине составляет образы и тогда я сказала это остаюсь до сих пор при этом мнении что любая из нас которая зайдет в магазин быстрого фэшна взяв вещи из одного угла из одного сегмента где они уже заранее закомпонованы и размещены таким образом чтобы они хорошо между собой сочетались это маркетинг зачем это сделано да просто за тем что если я пришла за юбкой хочу потратиться на юбку я беру юбку и рядом вижу блузку либо пиджак либо обувь очень часто и обувь стоит которая будет безусловно подходить именно к этому наряду прямо таки рядом что называется можно руку протянуть и взять нужную тебе обувь соответственно у меня возникает желание и блузку купить потому что ну хорошо будет это смотреться хорошо это будет смотреться потому что по постарался отряд стилистов отряд людей которые которые разрабатывали коллекцию отряд маркетологов которые работают для этого магазина соответственно когда мы смотрим вот эти компиляции одеться где-то где-то мы должны понимать что и мы также сможем главное брать все вот прямо таки на протяжении вытянутой руки то есть стали вот так обе руки вытянули то что вы можете здесь подойдет к тому что вы дать до чего вы дотянетесь справа от вас и наоборот так вот по периметру покружились и вытянутыми руками как щупальцами все взяли что вам нужно все вы стилист сами себе у вас все будет классно и и хорошо и хорошо сочетаться так вот эти готовые компоновки готовые ансамбли они фактически лишили нас а и мы даже не поняли когда это произошло нашей индивидуальности потому что вот нам нравится определенный образ ну возьмем допустим вот этот образ который я очень часто вижу которая часто уже снимать не хочу это пальто а-ля чебурашка это подкатанные штаны а-ля бананэ то есть не узкие вот прямо такие широкие к низу заужает подкатаны как правило это высокая посадка как правило это всегда заправленный свитер я всегда рекомендовала свитер заправлять запишу видео что делать потому что ну Ну, все с этим заправленным свитером с одной стороны, как правило, спереди, чтобы было видно пряжку ремня. И, в общем-то, вот все, что называется, как под копирку. И да, хорошо смотрится, но все одинаковые, абсолютно одинаковые. Это если мы посмотрим на итальянок возраста как раз-таки 25-30. Что мы видим на итальянках старшего возраста? Мы видим все, что угодно. Мы видим иногда вот такие, как мне пишут, трешевые образы. Я с вами соглашусь. Но в этом есть какая-то красота. И я, например, как человек, который уже очень много смотрит, которому нравится разбирать как конструктор тот или иной образ. Потому что если нас что-то привлекает, неважно где, в архитектуре, мы увидели красивое дерево, всегда можно разложить, как делает художник. Потому что есть определенное сочетание цветов, форм, а также пропорции. И мне очень нравится, что называется, щелкать как орешки определенные образы. Я совершенно четко знаю, вот как они составлены, почему он привлекателен, этот образ. Хотя ты посмотришь, что там действительно и старая шуба, и какая-то старомодная обувь, и какой-то шарфик, платочек навязан. Но все это смотрится действительно зачастую классно. Ты можешь так одеться, можешь так не одеться. Но нельзя не признать, что на ком-то, кто это носит, это смотрится очень и очень хорошо. Более того, зачастую подобные образы на ком-то смотрятся хорошо, а на мне будут смотреться плохо, на вас, возможно, будут смотреться плохо. Но на стритстайлере, которого я сняла, будет это все смотреться хорошо. Так вот, фастфэшн предлагает нам уже готовый образ, который подсмотрен нигде, как в инстаграме прежде всего. Я вообще по поводу инстаграма, по поводу насмотренности через инстаграм, я очень и очень против. Поверьте мне, как человек, который снимает, я могу сказать, что так много зависит от освещения, так много зависит от ракурса, так много зависит потом от фотошопа, которым я никогда, например, не пользуюсь. И могу сказать, что самый благодарный материал для съемки – это полиэстер. Но полиэстер в жизни никогда не будет смотреться хорошо, он слишком однозначный, на нем нет складок. А на фотографиях будет смотреться все это хорошо. И что делают маркетологи? Они берут то, что нам нравится в инстаграме, нам, женщинам, среднестатистическим потребителям. Они берут эти образы и фактически переносят их в фастфэшн. Обратите внимание, фастфэшн больше не работает, слизывая, как мы говорили раньше, слизывая что-то с подиума. Фастфэшн теперь работает и вдохновляется прежде всего инстаграмом, прежде всего, что те или иные инфлюенсеры компонуют и предлагают. Вот этим вдохновляется и это предлагает нам фастфэшн. Мы приходим в фастфэшн и мы одеваемся так, как уже оделся кто-то. И нам это нравится, потому что это действительно красиво. Более того, многие из нас хотят одеться как кто-то, в этом нет ничего плохого. Но проблема в том, что вот эта популяризация этих образов, она идет просто огромными масштабами. В итоге мы все одеты как кто-то. Поэтому, дорогие зрительницы, я очень много говорю про фэшн-смелость, но я поняла, что очень важно также сохранять свою индивидуальность. Меня часто и не случайно сегодня в этом шарфике меховом про этот шарфик все яно снимите, уберите, какой ужасный. Но вы знаете, во-первых, мне нравится, во-вторых, это очень тепло, в-третьих, это дорого, богато, это норка. Я никуда ее не дену, буду носить еще очень долго, пока она, наверное, не облезет, не пожелтеет, не посереет и так далее. Бонжордо! Пришлось все-таки мне переместиться. Громкие соседи оказались, надеюсь, что это не очень скажется на скачке звука. Девять часов утра. Девять часов утра, и давайте послушаем прекрасный бой, бой к колоколам. Считается, что это очень полезно слушать колокол. Считается, что колокол, его вибрации даже могут дезинфицировать воздух, как было в эпидемии. Где-то я это читала, где-то слышала, не знаю, если вы слышали, поставьте крестик в комментариях. Так вот, я говорила, что мне нравится эта обувь, и я буду ее носить, ну, потому что мне она нравится, я безумно ее люблю. И если мне удастся докупить что-нибудь блестящее, фактурное, я обязательно это сделаю. И могу сказать, что вот эта индивидуальность, это очень-очень важно. Это индивидуальность, отвечая на вопрос, который я сама себе поставила, почему 29-летние итальянки, 30-летние итальянки не выглядят так хорошо, как их мамы. Более того, мне кажется, я надеюсь, что мой канал просуществует какие-нибудь хорошие 7 лет, так уж точно, а может быть и 10, мы посмотрим, что произойдет. Вот я думаю, что эти итальянки молодые никогда не будут одеваться так, как их матери, потому что вот этот быстрый фэшн забрал очень многих из нас индивидуальность. Поэтому, если вы хотите одеваться классно, стильно, вам необходимо иметь фэшн-смелость для того, чтобы следовать за своей индивидуальностью. И меня очень часто, кстати, спрашивают, Яна, почему ты публикуешь такие ужасные комментарии в своем инстаграме? У тебя инстаграм как мусорка, как еще что-то. Инстаграм я никогда не рассматривала как еще одну социальную платформу, на которой я буду работать, потому что это работа, когда ты блогер и у тебя есть инстаграм. Я не успеваю охватить у ютуб и инстаграм, и в общем-то я публикую подобные комментарии, где меня очень жестко критикуют, иногда очень прямо-таки жестко-жестко. Для того, чтобы многие, кто смотрит мой канал, могли понять, что вот эта критика, она сопровождает всех смелых, красивых, успешных, фэшн-смелых, тех людей, которые следуют за своей индивидуальностью. Поэтому не бойтесь, если вам нравится красиво одеваться, сделайте это. Всегда найдутся те, кто вас критикует, но всегда найдутся и те, кто захочет выглядеть так же хорошо, как вы. Поэтому индивидуальность – это очень важно. Еще важно очень и очень сохранить свою женственность в образах. Как раз-таки женственность в образах не позволит нам выглядеть городской сумасшедшей, что бы мы ни носили. Но этому я посвящу отдельное видео, как не выглядеть городской сумасшедшей в тех нарядах, которые мы себе компонуем, которые в итоге мы носим. Что ж, желаю всем хорошо, классно выглядеть в любом возрасте. Индивидуальность – это очень-очень важно, не только в одежде, но и в жизни, в жизненной позиции, в том, что мы делаем, в том, что мы говорим. И как мы в итоге себя ощущаем, зависит очень и очень от того, чувствуем ли мы эту свою собственную индивидуальность. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.